МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих с 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Заводу быть. Во время визита в Добруш Александр Лукашенко обозначил сроки запуска предприятия по выпуску картона. Возраст не помеха. Кто поможет сменить профессию, если очень хочется, но кажется, что уже поздно? Об этом в актуальном интервью. Что такое леттеринг и где такому учат? Уникальной информацией готовы поделиться наши культурные обозреватели. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе президент Беларуси посетил Добруш. Александр Лукашенко ознакомился с реализацией проекта строительства завода по выпуску мелованного и немелованного картона. Для завершения работ необходимо около 83 миллионов долларов, которые будут выделены. По словам президента, новое производство начнет работать уже в этом году. Работа на этом объекте началась в 2012 году в соответствии с соглашением, заключенным с китайской компанией Сюань Юань. Планировалось, что проект будет реализован до конца 2015 года. Однако со своими обязанностями подрядчик не справился, и контракт был расторгнут. В качестве субподрядчиков к работам приступили белорусские строительные организации, что позволило снизить отставание от графика, однако полностью ликвидировать его не удалось. В конце проработки различных вариантов управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и концерн «Беллесбумпром» выработали схему завершения проекта, которая предусматривает запуск завода отдельными пусковыми комплексами. Это решение, как оптимально, в прошлом месяце одобрил президиум Совета министров. На завершение работ потребуется около 83 миллионов долларов. Ввод в эксплуатацию этого производства позволит значительно увеличить объемы выпуска импортозамещающих картонной продукции. Предназначенные для создания бумажной упаковки для различных отраслей промышленности, а также удовлетворить внутренние потребности. Этот вопрос президент Белоруссии обсуждает с руководством концерна «Беллесбумпром». «150 тысяч пойдет на экспорт. Я бы сказал, что у нас есть проекты контрактов или соглашений. Но, наверное, когда появится картон, тогда мы будем предметно говорить с покупателем. Но рынок есть? Конечно. Так я же говорю, на постсоветском пространстве такого производства нет. Вот ближайшее действующее производство, вот они в Польшу ездили, 220 тысяч тонн. В Польшу производится картон. И вот мы завозим на Гродненскую табачную тот картон и делаем упаковку огромной объемы для сигаретного производства. Сможешь ли ты произвести это, если ты получишь кредит хороший? Конечно. Ну, хорошо. Значит, думайте. Я не думаю, что нам особо надо упирать на частника, хотя это хорошее производство. Частник с удовольствием пойдет. Предложить ему нормальные условия, он с удовольствием пойдет. А здесь условия созданы. Декрет номер 6 и номер 10 президента позволяют добру, что это населенный пункт для развития бизнеса. Тут частник с удовольствием пойдет. Ну, так предлагайте. Если пойдет, проводите конкурс. И надо развивать это производство. Если не пойдут, не теряйте время. Начнем сами. Одну, две машины сразу поставим. И производство открывайте. После ознакомления с состоянием дел президент принимает решение. Проект по строительству завода по выпуску милованных и немилованных видов картона должен быть реализован уже в этом году. До конца года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, создадим систему управления и начнем работать, отметил Александр Лукашенко. При этом значительная часть работ будет проведена белорусскими предприятиями. Исключение составит только непосредственно запуск оборудования. Для этого будет привлечена австрийская компания. У нас есть некоторые проблемы с конечным этапом вот этой машины, милованием. Мы не умеем работать. Мы никогда не работали с милованием. Поэтому мы договорились с западной фирмой. Она нам запустит все это оборудование. Тем более она нам часть оборудования на этот завод, на эту фабрику поставляла. Энергетики отладят окончательно, энергетические установки. А все остальное здесь готово. И водоочистка. Поэтому в 2020 году мы полностью введем в эксплуатацию эту фабрику. Задержка была небольшая в связи с тем, что мною не был подписан указ. А подписывать я не мог его, потому что я не видел, что здесь происходит. В темную я не собирался ничего делать. Поэтому будем действовать. Все для того, чтобы это предприятие работало, у нас есть. Во время посещения бумажной фабрики президент ответил на вопросы журналистов. В частности, Александр Лукашенко поделился некоторыми подробностями встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Мы два часа один на один вели разговор. Мы обсудили все. Что я знаю, что они знают. Это был действительно, я вам скажу, дружеский такой обмен мнениями. Он говорил мне откровенно о своей политике, я говорил так, как я это понимаю. И в конце он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Они это знают. Он мне сказал, не волнуйся, мы Беларуси поможем. Еще один вопрос журналистов касался ситуации с эпидемией коронавируса. По словам Александра Лукашенко, главное, что требуется от населения – соблюдать правила личной гигиены. Все остальное сделают учреждения здравоохранения, у которых есть все возможности не допустить распространения заболевания в Беларуси. Гвалт сегодня устраивать и делать из Китая какого-то изгоя, ну, во-первых, не получится. Китай – это империя. А во-вторых, надо спокойнее на это реагировать. Поэтому все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обеспасить себя, своих детей, особенно деток маленьких. А насколько это возможно, а возможности у нас такие есть, государство свои обязанности выполнит. Не должно быть… Вот молодцы. Чем мне белорусы понравились? Недавно в СМИ была информация. Никто не побежал там хватать эти маски, как в России. В 35 раз маски, намордники, я называю, подорожали. В 35 раз несчастная эта маска подорожала. Наши спокойно надо. Кому-то купили. У кого-то дома они всегда есть. Ну, у кого нет. У кого детишки маленькие, обязательно эти маски есть. Никто не бегает, не мечется. Ну, ведут себя, как цивилизованные люди. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно. В этот же день президент Беларуси посетил Дубровский фарфоровый завод. Александр Лукашенко убежден, что продукция предприятия будет востребована всегда. Поэтому важно, чтобы производство не утратило рынки. Сейчас более 75% продукции поставляется на экспорт. Основные проблемы здесь связаны с переоснащением производства, что требует значительных капиталовложений. Вместе с тем на фарфоровом убеждены – это временные трудности. Учитывая, что приобретается только самое современное оборудование, продукция будет еще более конкурентоспособной и востребованной на новых рынках. 76% у нас экспорта за прошлый год. Основной рынок – это Российская Федерация. 85% из всего экспорта. 4,5% – это Украина, 4,5% – Казахстан. И остальные – это страны Европы. Но потихоньку мы они наращивают. Вот как я и озвучил главе государства, если мы вступаем в ВТО в этом году, то пошлина на нашу продукцию, которая сейчас составляет 13%, она уйдет. Соответственно, мы станем более конкурентны на европейских рынках. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Выплата пенсии, трудовое законодательство, земельные споры, работа предприятия «Гумелябой». На уходящей неделе Геннадий Соловей провел личный прием граждан. К председателю былосполкома со своими проблемными жизненными ситуациями записались 8 человек. Диалоги получились достаточно непростыми, но результативными. Каждого Геннадий Соловей внимательно выслушал и вместе с представителями соответствующих служб определил пути решения волнующих людей вопросов. Марина Джалая с подробностями. Многие вопросы, с которыми Геннадий Соловей обращались люди, уже не раз рассматривались компетентными службами. На них были даны аргументированные и законодательно мотивированные ответы. И все-таки граждане решили воспользоваться возможностью попасть на личный прием к председателю облсполкома. Среди обратившихся – жители Гомельской улицы Мичурина. Вопрос касался строительства канализации на этой и соседней верхней улице с привлечением государственного финансирования. Но по закону затраты на такие работы должны брать на себя сами жильцы. Сейчас для 65 домовладений двух улиц разработан проект. Каждая семья за строительство канализации должна заплатить приблизительно по 6 тысяч рублей. Во время приема Геннадий Соловей предложил найти возможность помочь финансово людям и частично выполнить работы за бюджетные средства. Будет детально изучать указ. В течение недели я проговоришь. Я проговоришь. Житель Гомеля требовал восстановить статус ликвидатора последствий на Чернобыльской АЭС, который подразумевает и увеличение пенсии. По мнению службы, которая владеет ситуацией, такого права мужчина не имеет. На проблемы с начислением пенсии Геннадию Соловью жаловалась и гражданка, которая несколько лет отсутствовала в Беларуси, а по возвращении отказалась соглашаться с принятыми по ее выплатам решениями. Также среди вопросов – снос забора вокруг детского сада, который принадлежит нескольким собственникам. Все вопросы будут рассмотрены в ближайшие дни. С решениями по каждому службы ознакомят губернатора и затем граждан. Кстати, по одному из обращений к комиссии пришлось выезжать сразу после завершения приема. Губернатору пришла инициативная группа, обеспокоенная неприятным запахом рядом с фабрикой Гомеля Бои. Напомним, предприятие готовится к запуску нового производства. На сегодняшний день проводится двумя лабораториями контроль выбросов как на источнике непосредственно из газочной установки, так и на санитарно-защитной зоне, то есть на прилегающей территории предприятию. А вот как вы считаете, обоснованы ли претензии инициативные? Эти претензии были обоснованы до того, как мы закупили и поставили данное оборудование. После того, как мы купили это оборудование, в тот период, когда мы проводили пуску новой работы, оно показалось очень эффективным. То есть отсутствуют все те негативные факторы, они отсутствуют. Это и запах, дым и шум. Что касается запаха, на который в своем обращении к губернатору жаловались члены инициативной группы, то на фабрике поясняют. Это особенности пуска наладочных работ. При фиксировании запаха работы прекращались и проводилась дополнительная регулировка оборудования. Газочистная установка российского производства позволит значительно снизить выбросы в атмосферу и возобновить работу приостановленной линии виниловой продукции. Основная цель инвестпроекта – выпуск полного спектра обоев от бюджетных вариантов до премиум-класса. При выходе установленного оборудования на полную мощность, рентабельность продукции составит 15-20%. Марина Джалая, Валерия Гопанько, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Мозырский нефтеперерабатывающий завод отметил 45-летие. В 1975 году здесь был получен первый полеский бензин. О дальнейших планах рассказали представителям региональных и республиканских СМИ, которые побывали на заводе в рамках пресс-тура. Например, после запуска комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, глубина переработки нефти возрастет до 90%. Общая стоимость инвестпроекта свыше миллиарда 200 миллионов долларов. Причем текущая и инвестиционная деятельность проводится исключительно за счет собственных средств. И еще немного о новой продукции, теперь о съедобной. В Гомеле начнут производить шоколад по бельгийской рецептуре. Одна из крупнейших кондитерских фабрик страны уже в этом месяце запустит новую линию по выпуску сладостей. За образец берут лучшие предприятия Бельгии и Германии. И обещают, что будет не только вкусно, но и прибыльно, так как импортозамещение – это новые рабочие места и высокий уровень заработных плат. От масштабных тем к частным вопросам. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, провел в Мозыре прием граждан. В числе обращений просьба снизить сроки наказания за незаконный оборот наркотиков и повысить пенсию. Но особенно много вопросов касалось землеустройства. Ведь не все земельные тяжбы можно решить на районном уровне. В некоторых случаях подобные споры продолжаются десятилетиями, а количество обращений к представителям органов власти постоянно увеличивается. С жителями региона на этой неделе общался и член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Алексей Неверов. Он провел прямую телефонную линию и личный прием граждан. Среди озвученных проблем – использование в жилых многоэтажных домах старых лифтов и необходимость их замены. Предоставление льгот молодым специалистам, которые обучались за собственный счет, неадекватные наказания за причиненный предприятию экономический ущерб, если размер штрафа в разы превысил реальные потери. Соответствующий вопрос, кстати, содержится в списке разработанных сенаторами предложений по внесению изменений в административный кодекс. Также во время приема шла речь о качестве дорог, трудоустройстве и предоставлении жилья. Кстати о жилье. Многоэтажки в этом году растут в каждом районе Гомеля. В конце 2020-го их построят свыше 20-ти. Причем новостройки на любой вкус. Это не только панельные, но и кирпичные дома, а также высотки из серии «Широкий шаг». Активно ведется стройка в 59-м микрорайоне так называемой «Шведской горки» на улице Федюнинского в 96-м и 104-м микрорайонах на Ворыкино в Костюковке. За следующие несколько лет свободные площадки для многоквартирного строительства закончатся. Высотки будут возводить на месте снесенных частных домовладений. Тех, которые находятся в непригодном для проживания состоянии. На уходящей неделе службы региона продолжали подводить итоги минувшего года. В их числе – освод. Приятно отметить, что эта организация занимает лидирующие позиции в стране по спасению на воде и недопущению трагических случаев. На заседание пригласили также коллег – сотрудников МЧС, чтобы и они дали свою оценку работе спасателей на воде. На водоемах Гомельской области действует 15 спасательных станций, 13 постоянных постов и 10 временных. Благодаря ежедневной работе в регионе снизилось количество погибших на воде. А в районе действия спасательных станций и постов случаев гибели людей не допущено вовсе. И еще немного о воде. В Гомельской области восстанавливается наполнение Днепробрагинского водохранилища. Это улучшит микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих к нему территориях. Также позволит обводнить миллиардативные каналы района и повысить производительность сельскохозяйственных земель. Финансирование проекта предусмотрено в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Дополнительно будут найдены средства из областного бюджета. Региональный рынок труда. Около 1200 зарегистрированных безработных и 11 тысяч вакансий. Каких специалистов больше всего не хватает региону? И кто поможет начать профессиональную жизнь практически с нуля, даже если тебе 40+. Об этом наше воскресное интервью с начальником управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областполкома Игорем Михальковым. Игорь Павлович, каких специалистов сегодня больше всего не хватает на региональном рынке труда? В настоящее время в базе данных вакансий по Гомельской области находится более 10 тысяч вакансий. При этом около 6 тысяч это по рабочим профессиям. Если говорить по каких профессий, то здесь у нас очень востребованы в медицинской отрасли, то есть это и врачи, и медсестры. Также, если говорить про сельское хозяйство, то здесь востребованы трактористы, ветврачи, операторы машинного доения. Также не хватает и продавцов, и водителей. Недостаточно компетенции. Лучший вариант – переподготовка? Естественно, переподготовка – это замечательный вариант, потому что оно позволяет снизить дисбаланс между спросом и предложением по профессионально-калликационному признаку. А также сделать безработного, который состоит на учете, более конкурентоспособным. Финансирование в целом мероприятий, госпрограммы о социальной защите и содействии в законности осуществляется за счет средств фонда социальной защиты населения. По какой схеме, чтобы было более понятно, происходит то самое переобучение? Переобучение происходит для граждан, состоящих на учете в органах по труду в качестве безработных. Для этого он должен быть зарегистрирован, иметь желание получить новую профессию, обратиться к профконсультанту, где ему расскажут, по каким профессиям сейчас происходит формирование групп, пройти медкомиссию и заключить договор с органом по труду за антистационной защитой. После этого ждать формирования группы, ну и, соответственно, учиться, учиться, еще раз учиться. Что касается сроков обучения, это на самом деле не такой длительный процесс. Действительно, сроки разные, и есть у нас и недельные курсы, и до полугода. В принципе, больше и не надо, потому что не так сильно тоже граждане хотят учиться, они хотят поскорее уже получить новую профессию и зарабатывать деньги. Но в среднем где-то от трех до шести месяцев. Все зависит от сложности того или иного вида деятельности. Все зависит от того, какую он получает профессию. То есть, если это, для примера, опять же, продавец, там будет месяца три теории, три месяца практики. Я знаю, что, с одной стороны, могут воспользоваться такой возможностью ребята с базовым образованием, которые никуда не поступили. Это тоже шанс быть востребованным, пусть и временно, на рынке труда, а после сориентироваться и двигаться дальше. Еще более это актуально, наверное, для людей 50+, которые в поисках работы имеют возможность, возможно, начать свой профессиональный путь практически с нуля. Вы правы. Данные граждане действительно испытывают трудности в поиске работы, потому что, хоть они и имеют багаж знаний, но зачастую уже состояние здоровья не позволяет им работать по имеющейся у них профессии. Поэтому также предлагается переобучение по востребованным на рынке труда профессии. А также им может быть предложено открыть собственное дело за счет средств Фонда социальной защиты населения. И все-таки это шанс, который дает государство быть более востребованным на рынке труда, но, справедливости ради, шанс без гарантии. Ну, конечно. Все зависит в первую очередь от самого человека. Насколько ему это надо. То есть, есть у нас, обращаются и наниматели, которые хотят специалистов. В этом случае заключаются трехсторонние договора. И безработный после окончания курсов он уже идет на определенное место работы. Но, с другой стороны, граждане, которые обращаются для переподготовки, они получают профессии, чтобы быть более конкурентоспособными. То есть, при рассмотрении одного или второго кандидата, наниматель выберет, у которого больше, скажем так, возможностей, и которого можно направить на ту или иную работу. То есть, не зацикливаться на каком-то одном виде деятельности. То есть, он видит, что человек умеет и работать и плотником, и столером, и штукатуром. То есть, становится он более конкурентоспособным на рынке труда. И в завершении про еще одну хорошую возможность субсидии на развитие собственного дела. Государство дает деньги на первый шаг в бизнесе, на удочку, которой можно ловить рыбу. Вы правы, у нас один из инструментов в помощи безработным граждан обрести свою занятость, так скажем, это предоставление субсидий. То есть, это субсидия безвозмездная. Пусть она небольшая, но какой-то все равно стартовый капитал никому не помешает. В прошлом году, к слову, такой возможности воспользовалось 390 человек в Гомельской области. Пожалуйста, обращайтесь, составляйте бизнес-план, а специалисты уже Управление по труду за антистациональной защитой рассмотрят их. Действительно, хорошие возможности, о которых сегодня говорили. Спасибо за информацию. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Фестиваль визуального искусства «Арт-Из» прошел в Национальном художественном музее Беларуси. Это был своеобразный эксперимент. Вместо классической готовой экспозиции зрителям предложили понаблюдать за созданием художественных произведений. А также принять непосредственное участие в творческом процессе. Такого рода открытые, доступные широкому кругу людей, мастер-классы проходят и в нашем регионе. По традиции, во время официального открытия выставочных проектов. Так, на неделе гомельчане воспользовались возможностью создать тематическую открытку с декором в стиле «Ренессанс» на мастер-классе по каллиграфии. Искусство красивого письма и леттеринга представили в новой экспозиции в Музее истории печати и фотографии. Наша съемочная группа была в числе первых посетителей выставки современной каллиграфии и леттеринга. Ее презентации предшествовало неофициальное открытие, когда работы можно было пристально разглядывать в тишине. Над экспозицией трудились два столичных дизайнера Елена Григорьева и Мила Романова. Обе совмещают профессиональную деятельность и увлечение каллиграфией и леттерингом. Они-то нам и помогли разобраться в нюансах этих направлений искусства. Говоря простыми словами, леттеринг – это буквы, которые мы с вами писали на обложке школьной тетради, в блокнотах, на постерах и плакатах. А каллиграфия – это то, что мы старательно выводили в прописи. В обоих случаях получался красивый шрифт, но разный. В леттеринге он живой, забавный, не идеальный. В каллиграфии – точный и выверенный. Необычная экспозиция под названием «Цифра мыла» открылась в выставочном зале ГГУ имени Франциска Скорына. 60 работ, 10 авторов, фотокорреспондентов и фотолюбителей. В центре внимания – снимки без резкости. На кадрах – сооружения, животные, птицы, природа, люди – все, что видит каждый из нас. Только в необычной, замыленной передаче. Идея принадлежит фотокорреспонденту «Гомельской правды» Олегу Белоусову. Посетителям выставки брошен вызов понять, случайно это снято или автор специально сместил фокус для более эффектного снимка. Помолчать и поразмыслить – именно так приглашает гомельский художник Олег Боклок на свою персональную выставку графики. Экспозицию на неделе представили в музее автографа. На черно-белых работах изображены причудливые образы, навеянные автору его подсознанием. Рассказывать подробно о каждой достаточно сложно, возможно, поэтому Олег Боклок назвал выставку «Маучанье». По его мнению, зрителю нужно предоставить свободу мыслей и фантазии. Отправной точкой к пониманию замысла автора служит название работ. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. Окунуться в тропические джунгли. Посреди зимы приглашает картинная галерея Гаврила Ващенко. Там в понедельник открывается выставка «Живых бабочек». Будут представлены крылатые красавицы из Юго-Восточной Азии, Австралии, Африки, Центральной Южной Америки. 11 февраля в Доме культуры железнодорожников состоится вечер органной музыки. За инструментом Валерий Шмат. Он же исполняет и вокальные номера. Солирует народная артистка Беларуси Галина Павленок отдельным блоком артисты камерного хора Гомельской областной филармонии. В День всех влюбленных 14 февраля в Гомель приедет цыганский театр «Джипси-бэнд». Гости представят свою программу «Танцует цыганка» на сцене городского центра культуры. Начало концерта в 19.00. А во дворце румянцевых и Паскевича и в тот же вечер выступят солисты Гомельской областной филармонии Константин Горошко и Александр Пономаренко. Артисты споют об обыкновенном чуде под названием «Любовь». И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас ознакомили Евгения Кухаронок и Игорь Морищенко. И на этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова